Что происходит в регионе, узнаем прямо сейчас. В студии Вадим Федосеев. Добрый день. В начале в Пинежский район, в селе Карпагуры, шквалистый ветер обрушил множество опор линий электропередач. Как результат, 700 домов с населением почти в 5000 человек остались без электричества. В том числе 900 детей и 4 социально значимых объекта, 2 школы, центральная районная больница и детский сад. Без электроснабжения остались и 3 вышки операторов сотовой связи. С крыш 10 домов частично сорвало кровельное железо и шифер. К счастью, жертв и пострадавших нет. Отмечу, что для восстановления электричества и разбора завалов есть вся необходимая техника. В помощь пострадавшим сельчанам из Архангельска выдвинулась аэромобильная группировка из 20 человек. Также в ближайшее время из областного центра в Карпогоры доставят вагон шиферных листов для ремонта домов. Уже проведен подворовой обход для информирования населения и уточнения причиненного ущерба. В течение дня электроснабжение в Карпогорах планируют восстановить. Страна отметила день военно-морского флота. В этом году он получился особенным. В Санкт-Петербурге впервые состоялся главный военно-морской парад, принимал который президент, верховный главнокомандующий России Владимир Путин. В Архангельске торжественные мероприятия прошли под знаком 75-летия Соловецкой школы «Юнг». Празднование дня ВМФ в Архангельске по традиции началось с парада военных кораблей Беломорской военно-морской базы Северного флота. Своё место в строю заняли суда пограничного управления ФСБ, а также малые противолодочные корабли Беломорской базы. Сновидную группу возглавляет капитан третьего ранга Алексей Александрович Кургин. Центральные события дня ВМФ на площади мира. В торжественном митинге «Морская дорога Победы» по традиции приняли участие духовые оркестры фестиваля «Дирекцион Норд». Впервые на празднике был исполнен старинный марш «Морской король». День военно-морского флота – дань памяти тем, кто в суровые для отчизны времена ценой своей жизни отстоял морские границы с северных рубежей России. Впервые участниками дня ВМФ в Архангельске стали выпускники легендарной Соловецкой школы «Юнг». «Мы считаем Архангельскую область, во-первых, нашего Николая Городича Кузнецова, считаем своим отцом вторым, который дал нам жизнь и путевку в жизнь. А то, что мы начали в детстве здесь, в Архангельске, это наша вторая родина, наша вторая земля Архангельской Соловки». Под звуки военного марша по набережной сотни горожан проследовали к памятникам «Юнгам» Северного флота и адмиралу флота Николаю Кузнецову. Именно по его приказу 75 лет назад и была основана Соловецкая школа «Юнг», а позже по инициативе Героя Советского Союза был учрежден День военно-морского флота. Свой 79-й день рождения отметил Северодвинск. На городских площадках состоялось множество мероприятий и мастер-классов. Самым ярким и зрелищным действом стало традиционное карнавальное шествие. Под звуки барабанов сотни участников веселого променада и парада колясок прошлись от Дворца молодежи до Площади Победы. Детские экипажи были, как всегда, самые разнообразные. Целые империи, пчелиные фермы и средства передвижения мультипликационных героев. Это бургер «Мобиль», средство передвижения губки Боба, на котором он спасал в одноменном мультике «Губка Боб». Искал трезубец Нептуна. Почему именно такую коляску решили? Ну, тема «Море зовет» как-то нам уже давно была интересна, и мы уже в ней как бы участвовали, нам решили еще раз поучаствовать. У Дома инженерно-технических работников выступили уличные театры, на Площади Победы творческие коллективы. В сквере ветеранов для гаража прошли мастер-классы по изготовлению народных кукол, стеклянных украшений, чеканки монет, кузнеческому делу. Сегодня центральная библиотека имени Ломоносова принимала неожиданных гостей. В погонах книги их не интересовали. А что же выяснила наша съемочная группа? Дверь тяжелая. Дверь самому колясочнику не удержать. Мирное течение жизни библиотеки могут нарушить двое. Любознательный читатель и придирчивый ревизор не успел провести проверку Роспотребнадзор, как в гости пришла прокуратура. Вместе с экспертом федеральной программы «Доступная среда». На пути следования инвалидов или маломобильных групп не должны быть незакрепленные ковровые покрытия. Ширина дверного проема, отсутствие порогов, достаточное расстояние между стеллажами. Все эти показатели в норме. А вот, например, высоту библиотечной стойки рекомендовано адаптировать под маломобильного читателя. Проверки проводятся совместным решением федеральных структур, прокуратуры и Министерства труда, занятости и социального развития. Видим, что входная группа не соответствует требованию законодательства. Далее помещения, ряд помещений также отклонены от нормы. По результатам проверки, с учетом всех обследований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Реагирует и библиотека в первую очередь на запросы особенных читателей, которым порой просто невозможно не то что за книгой прийти, из дома выйти. На сегодняшний день библиотеки помогают решать эту проблему, помогает таким образом, что вот, например, на протяжении нескольких лет в нашей привокзальной библиотеке сотрудники выходят на дом с литературой. То есть читатели записаны в библиотеку вот с ограниченными возможностями. Когда они прочитают эту литературу, они звонят, и библиотекари выходят, и такое своего рода книгоношество, которое всегда было в истории библиотек. Замечания ревизоров библиотеки приняли спокойно. Главное, чтобы читатели приходили как можно чаще, а уж максимально комфортные условия им всегда попытаются создать. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Бал на Соломе. Традиционный праздник Соломбал, посвященный дню военно-морского флота, прошел в парке культурного центра Соломбал-Арт. 700 килограммов сена привезли в Соломбалу для того, чтобы воссоздать атмосферу петровских времен. По легенде, в честь спуска на воду первого российского корабля Святой Павел Петр Первый устроил бал на Соломе, давший острову его имя. Нужно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю, историю родного края, историю своей страны. На сенной площади в парке Соломбала-Арт были развернуты шатры, где любой желающий мог принять участие в мастер-классах по северной росписи, плетению из травы и фехтованию. Вот я даже сама привлеклась первая, потом моя дочь. Ей тоже очень понравилось из замечательных холстов, я бы так правильно, наверное, назвала, из холстов игрушки. Также гости бала могли сфотографироваться в костюмах царской эпохи и принять участие в викторинах. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова